В торговых сетях Краснодара с утра посетителей немного. Можно спокойно выбрать и купить все необходимое. Ассортимент на любой вкус, цену и производителя. Однако кубанских продуктов на прилавках сегодня меньше половины. С такой позицией Вениамин Кондратьев не согласен. У жителей региона должна быть возможность покупать местные товары. Чтобы проверить, какое место занимает продукция собственного производства, губернатор отправился в сетевые магазины. Мы не делаем политику. Мы делаем экономику и возможность жителям края и горожанам покупать ту продукцию, которая растет в этом крае. Они ее вокруг себя везде видят, но, к сожалению, на полках магазинов увидеть не могут. Но ни больше, ни меньше. Это дать возможность жителям есть качественную, жителям региона, жителям города, качественную продукцию, выращенную в этом крае, в котором они живут. Все кубанские товары под зеленой этикеткой. Это как отличительный знак рассказывают главе региона. В ассортименте молочная продукция, овощи и фрукты. А вот отыскать от кубанского производителя куриные яйца и мясо птицы не так уж и просто. Их доля в магазинах края не превышает 30%. Продукцию завозят из соседних регионов и средней полосы России. Нас беспокоит ситуация по курице, нас беспокоит ситуация по яйцу, где доля краснодарских производителей меньше. Если есть отдельные сектора, где все великолепно, то вот в этих двух секторах есть проблема с ценой. Вам должно быть выгодно, но и наши сельскохозяйственные производители должны понимать, что они находятся в рынке. И просто по желанию, возьмите, поставьте наши яйца или наши куры. Понимаешь, вот так вот в сетях под любым названием так не пойдет. То есть ориентироваться на рынок и на цену, которая на рынке сложилась. А вот цена во всех магазинах разная. Если средняя стоимость куриного яйца на выходе составляет до 40 рублей, то в некоторых торговых сетях она почти в два раза выше. Накрутка от магазина порядка 30 рублей. Поэтому и получается, что десяток яиц стоит более 70 рублей. Конечно, никакая экономика здесь не потянет. И мы не сможем наших сегодня производителей заставить опуститься еще ниже, потому что они и так имеют большую счету по ним. В два раза практически она на рынке будет дороже, чем они предлагают сегодня в сети. Мы готовы к диалогу, готовы к сотрудничеству, готовы рассмотреть все предложения. Больше 70% овощей и фруктов, выращенных на Кубани, увозят в другие регионы. На собственных же прилавках остается лишь 30. Но у кубанского фермера должна быть возможность продавать свою продукцию в родном крае, считает Вениамин Кондратьев. Однако им не всегда удается пробиться на прилавки сетевых магазинов. И в этом случае необходимо наладить работу между производителями и реализаторами. Серховные товаропроизводители Кубани. Сегодня они стараются, они производят, они пытаются подтянуть, и маркетинг пытается. Но мы можем обрушить все на корню, если все равно не дадим даже на этом этапе им возможности зайти на торговые полки наших торговых сетей. Кроме того, как через вас реализацию мы не выстроим. А, конечно, мы создаем вам условия для того, чтобы вы развивались, строились, расширялись. Но если мы вам создаем условия торговым сетям становиться сильнее и сильнее, разветвленнее и разветвленнее, тогда вы помогите и нам в этом случае, и создайте условия нашим кубанским производителям, чтобы через ваши сети они могли реализовать собственную продукцию, кубанскую продукцию, которая здесь произведена. Вот и все. У нас взаимный интерес. Вопрос только в том, что это на самом деле общая экономика, давайте ее вместе делать. О взаимном интересе речь продолжили уже в краевой администрации. За одним столом Вениамин Кондратьев собрал тех, кто производит продукты, и тех, кто их продает. Первые с уверенностью заявили, что готовы наращивать мощности, но с условием гарантированного сбыта. В свою очередь представители торговых сетей объясняют, реализовывать кубанские продукты не отказываются. Вот только если поставщиков молочной продукции сегодня хватает, то, например, местные томаты или зелень аграрии выращивают неохотно. Вся основная проблема упирается в том, по моим ощущениям, что у нас несбалансированные отрасли. Что это значит? Нету помидор, нету огурца того же, потому что мы не закрываем, нету, например, зеленых вот этих петрушек, все короче, в промышленных масштабах. А других продуктов у нас перепроизводство. И там мы еще можем сейчас еще одного фермера поставить с молоком, он его сделает и потом скажут, вот бедный фермер, куда им одевать молоко? Но люди не пьют столько молока. Поэтому очень важно внимательно смотреть и датировать те отрасли нам, как мне кажется, где мы можем еще прирасти. Я абсолютно здесь согласен. Давайте делать господдержку, датировать, как вы говорите, те отрасли, которые сегодня должны еще больше добра, для того, чтобы максимально емкость рынка заполнить, которая существует. Мы готовы датировать при условии, если будет гарантия того, что то, что произведут за счет наших дотаций, государственных дотаций, будет реализовано через... Мы готовы писать соглашение на будущее. Поддерживать местных фермеров глава региона призывает не только ритейлеров. Чтобы увеличить масштабы производства местных продуктов, наладить взаимодействие важно между самими аграриями еще на этапе переработки. Так, например, широкий ассортимент колбасных изделий на прилавке магазинов поставляет один из сочинских мясокомбинатов. Вениамин Кондратьев задает справедливый вопрос, а из чего сделана их продукция. Сырье где берете для своей колбасы-то? Мы работаем и с местными производителями. А с местными какими? Так, если на память. Я, к сожалению, директор по продажам, я закупками не занимаюсь, мне сложно ответить. Но у нас в структуре потребления есть и локальные производители. Ну, коллеги, у нас тоже сегодня вопрос к производителям мясных изделий. Давайте так же поддерживать друг друга. Поэтому, когда вы будете работать тоже с мясом из-за пределов нашего края, нам, поверьте, по-человечески нет никакого интереса поддерживать тех производителей мясных изделий, если они нас не поддерживают. Мы аграрный край. У нас сегодня 4 миллиона человек из 5,5 живет в стельской местности. Вот здесь сегодня надо сделать так, чтобы и маленькие, и большие развивались. Вот что мне с ним нужно. Чтобы вся выращенная и произведенная на Кубани продукция уходила на полки своих же магазинов, нужна слаженная работа всех сторон, уверен Вениамин Кондратьев. Пока же каждый больше заинтересован в собственной выгоде. С таким подходом об экономическом развитии не может быть и речи, говорит губернатор края. Дайте мне четко сегодня причину, почему идет вот такое разобщение. Почему нет общей экономики у сельхозтоваропроизводителей и торговых сетей. Почему? Почему каждый делает собственную экономику, каждый делает свою экономику. Почему общая не получается? Потому что на разных берегах нет, у нас берег один. Мы сегодня должны обеспечить социальную, экономическую стабильность. У нас селяне это приоритет. А значит у них должна работать и их экономика, и их производство. Маленькие, большие, для меня нет разницы, как я. Но они должны работать, а значит должен быть сбыт. И сбыт, в первую очередь, на внутреннем региональном рынке. Агрессивней должна быть политика, агрессивней по всем направлениям. Иначе мы экономику никогда не сделаем. Подавляющая часть продуктовой корзины должна быть местного производства, настаивает Вениамин Кондратьев. Ведь прежде всего качественное питание – это залог здоровья будущего поколения. Больше местных товаров на прилавках магазинов должно стать уже к 2018 году. К этому сроку Вениамин Кондратьев поручил увеличить долю кубанской продукции в сетевых магазинах как минимум до 60%. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.